Итоги недели О главном за семь дней расскажем вам я, Анастасия Милишкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Память о страшной войне и великой победе живет в сердцах брещан, которые делают все для того, чтобы никто не был забыт. Руководитель Бреста Сергей Лободинский поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны Таисию Козырь-Павловскую. Мы помним, мы гордимся. Под звуки любимых военных песен и маршей в исполнении оркестра команда администрации Ленинского района, представители общественных объединений и оркестр внутренних войск с торжественной миссией посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Памятный митинг, большой концерт и вкусная солдатская каша. Торжественно и многочисленно отметили праздник района Южный его жители. На связи Космос. Масштабный проект «Славные страницы истории братских народов России и Белоруссии» объединил во второй раз юных художников Белоруссии и России. В эфире еженедельная программа «Итоги недели. Говорим о главном». В Бресте сложилась добрая традиция. Накануне праздника Великой Победы сердечно поздравлять седовласых героев. И это уникальный шанс для нас услышать воспоминания о тех страшных годах от участников Великой Отечественной войны. Поблагодарить их лично за подвиг, за стойкость, за жизнь, которую они подарили нам. К ветерану Великой Отечественной войны Таисии Михайловне Козырь-Павловской со словами благодарности и поздравительным адресом от президента страны приехал глава города на Двугом Сергей Лободинский. Накануне самого важного праздника в году, Дня Победы, ветеран Великой Отечественной войны Таисия Михайловна Козырь-Павловская всегда принимает поздравления. Ведь это по праву ее праздник. Вдвойне приятно принимать поздравления от главы города Сергея Лободинского. Здравствуйте, Михайловна. Разрешите поздравить вас с предстоящим нашим праздником 9 мая. Пожелать вам здоровья, мудрости, которую мы питаемся от вас. Святой праздник. Святой для всех. Партизанка с 13 лет, связная с сентября 1942 года в отряде Фрунзе, бригады имени Сталина Брестской области. Она потеряла на войне всю семью. А так хотелось разделить радость победы с родными. Вот вы задали вопрос, а у меня уже слезы. Недаром песня поется со слезами на глазах. Этот праздник для меня все был. Я вот как сейчас помню, я в Саратове уже была. Победа. Мы победили. А я иду, плачу, заливаю слезами то, что мои родные не дождались победы. Несмотря на то, что ей пришлось пройти мучительную дорогу войны, Таисия Михайловна и сегодня настоящий боец по жизни. Активно каждый день встречает с улыбкой, не жалуется на болезни и как истинная женщина всегда красива. Можно для себя назвать вот эти встречи тремя словами. Это наша память, это наша гордость и, наверное, наше будущее. Потому что то, что мы помним и делаем, это дает нам уверенность в том, что мы не забываем те грехи войны. И, наверное, питаясь вот этими встречами, передаешь нашему молодому поколению, чтобы, не дай бог, то, что испытали они, повторилось в наше мирное время. У главы города также есть особая миссия в этот день. В его руках поздравительный адрес для ветерана Козырь Павловской от президента страны Александра Лукашенко. Таисии Михайловне тоже есть, что сказать в ответ. Ведь она видела, какой была страна в послевоенное время и какой стала сегодня. Люди, вот те, которые ноют, что им плохо, не хватает чего-то, да человеку чем больше, тем больше ему надо такое существо. Я считаю, что мы живем, вот именно мы, мы живем очень хорошо. У нас сегодня по городу Бресту порядка 180 участников Великой Отечественной войны, а ветеранов порядка 22 человек. Этим людям безусловное внимание, просто как-то хорошее, доброе слово. И приезжая к ним, люди просто по-человечески, да, хочется отдать дань уважения вот этого миролюбия и пожелать им всем крепкого здоровья. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Время неумолимо отдаляет нас от Великой Отечественной войны, но память о тех трагических и героических событиях не меркнет. В этом убеждаешься всякий раз, когда встречаешься с ветеранами, узниками войны, тружениками тыла. В эти дни в Брестской области их навещают руководители городов и районов, представители трудовых коллективов, лидеры общественных объединений. Ведь с каждым годом все меньше тех, кто остается в строю из того победного мая 45-го. Фронтовики Великой Отечественной войны и те, кто пострадали от ее последствий, пережили все ужасы военного лихолесия, разлуку с близкими, голод и лишения. Они последние, кто может рассказать сегодня правдиво о событиях того времени и без сомнения каждый из них заслуживает отдельного внимания, почета и глубокого уважения. Под звуки военных песен в сопровождении оркестра чествовали герои войны и представители Ленинской администрации. В эти майские дни внимание всех нас, конечно же, приковано к ветеранам. К сожалению, с каждым годом их становится все меньшим, а потому очень хочется максимально окружить героев войны заботой. Их подвиг и нечеловеческое мужество восхищают нас, современников. Оптимизму этих людей действительно можно позавидовать. И пусть они уже не считают года, зато каждый миг войны отложился в их памяти навечно. В преддверии праздника Дня Победы представители Ленинской администрации навещают седовласых героев и дарят не только подарки, но и заботу и внимание. Как сами ветераны говорят, для них действительно очень важно сейчас внимание. Говорят о том, что нас полностью обеспечило государство, у нас есть все. Нам сейчас нужно просто внимание, вот эти встречи и общение. И мы, конечно, готовы всегда им это дать. Мы, наши дети, наши внуки, наша задача сберечь их как можно больше. В Ленинском районе у нас, к сожалению, с каждым годом, как и везде, ветеранов становится все меньше. Если говорить о непосредственных участниках Великой Отечественной войны, это у нас осталось 6 человек, 1 инвалид. Всего 61, это и лица, которые участвовали, и награжденные, и приравненные к ним, то есть лица, которые пострадали от последствий войны. К сожалению, с каждым годом все меньше, но мы прилагаем все усилия, чтобы они оставались с нами как можно дольше. Встречаясь и общаясь с такими людьми, как Анатолий Петрович Феофанов, сразу чувствуешь ответственность и гордость за то, что есть еще возможность пообщаться с ним ветераном, с тем, кто своими глазами видел ужас войны. Анатолий Петрович – участник боевых операций. С сентября 1943 года он охранял границы с Китаем, ликвидировал немецких диверсантов. За мужество и отвагу награжден медалью за боевые заслуги. Столько жутыл. Вот. Там тоже боевые действия были, но они неофициальные были. Неофициальные. А потом в Архангельске, когда нас привезли вместо того фронта, мы думали, что нас на фронт везут, но нас повезли в Архангельск. А в Архангельске сформировали лыжный батальон. И в 43-м году, в 44-м году, значит, лыжный батальон бросили на борьбу с диверсантами. Два боя были. Два боя было. Ну, хорошо то, что без жертв. Когда кончилась война, вот в училище, когда мы учились, там много снова было. Ну, потому что мы были настроены на войну. Друзей было много, приятелей множество. Все, как это, фронт есть фронт, говорят, война есть война, но военные есть военные. Приказывали одного туда, другого сюда. Всех нас разбросали. Сегодня Анатолию Петровичу особенно приятно, что руководство Ленинской администрации ценит его вклад в развитие областного центра. Что его помнят, навещают, не забывают. Это не передать. До слез, как говорят, благодарен этому, что не забывают. Мы стареем, становимся немощными в какой-то степени. И, естественно, нам хочется, чтобы нас кто-то поддержал. Сказать спасибо за победу ветерану Великой Отечественной войны, жителю Бреста Петру Мироновичу Светкину, который сражался с фашистами и японскими империалистами. Этот герой встречает гостей в парадной форме. И пусть виски давно посеребрила седина, зато в его глазах сохранилась поразительная ясность, а в чертах лица читается мужество, чистота и душевность советского человека. В солнечный майский день от оркестра внутренних войск МВД Республики Беларусь для него звучали такие душевные произведения, как «День Победы», «Белорусский вокзал», «Прощание славянки». Известные мелодии в исполнении оркестра заставляли прохожих замедлить ход, а слезы наших седовласых ветеранов сами наворачивались на глаза. Встреча с Петром Мироновичем Светкиным была наполнена теплом, радостью, взаимными добрыми пожеланиями. Мы сегодня гордимся и будем передавать своим детям, внукам вот ту ценность жизни, которую вы нам подарили. Ведь, по сути дела, вы прошли и войну, и послевоенный период, и восстановление. Это все легло на ваши плечи. И, к сожалению, сегодня история пытается переписаться, вот эту память стереть с наших, ну, может, с наших уже не совсем, но вот с наших детей, наших внуков. И мы, конечно, будем стараться не допустить вот этого. Крепкого вам, конечно, здоровья. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. И это большая честь поздравить их лично, выразить слова благодарности и признательности за вклад, который они внесли в великую победу. Так без внимания не остался и седовласый герой, живая легенда Михаил Петрович Новик. К сожалению, по состоянию здоровья он встречал гостей сидя. Однако был рад, что о нем помнят. Михаил Петрович Новик – человек, который заплатил за победу в 45-м ценой своего здоровья. Ему, бывшему пехотинцу и пулеметчику, ранят души уже не пули, не звуки пулеметов, а попытки исказить историю, за которую в те 40-е была пролита кровь. Но звуки оркестра вселяют надежду в сердце ветерана, как и тогда враг будет уничтожен. Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БукТВ. Продолжаем выпуск. По доброй традиции праздник микрорайона Южный проводится в майский день. Такой же зеленый, цветущий и поющий, как в далеком 1945-м. Накануне Великого для всего советского народа Дня Победы – 9 мая. В сквере по улице Жукова собираются наши современники, люди разных поколений, которые живут в мирное и благополучное время. Приходят и седовласые герои-ветераны, живые свидетели войны. По традиции праздник микрорайона начинается с памятного митинга, участие в котором принимают руководители администрации Московского района. А завершается большим концертом и дегустацией солдатской каши. Наши корреспонденты побывали на месте событий и готовы позелиться самыми яркими моментами. В сквере по улице Жукова в Южном ежегодно проходит большой праздник микрорайона, где собирается много неравнодушных людей, которые знают историю и чтят подвиг народа-освободителя. Ведь весеннее мероприятие приурочено ко Дню Великой Победы. А его началом служит церемония возложения цветов и венков к обелиску советским героям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда перед 9 мая в сквере в Южном проходит мероприятие, посвященное празднику 9 мая, Дня Победы. Это ведь не только просто обелиск, да, это же он является и братской могилой для советских воинов, которые погибли при освобождении города Бреста или умерли в госпитале от ран. Здесь похоронены 39 солдат советской армии. Важно помнить свою историю. И, конечно, этих праздников хочется выразить на признательность нашим ветеранам, которые сражались на поле боя, освобождая нашу страну, благодаря которой мы сейчас живем в мирной нашей Беларуси. Праздник собирает людей разных поколений. Ежегодно брещане сюда приходят целыми семьями. Но неизменно самыми почетными гостями остаются ветераны и участники Великой Отечественной войны. Седовласые герои, которые не стареют душой. Это святой праздник. Но надо больше еще с молодежью заниматься. Потому что я вот иногда что-нибудь так просто остановлюсь и разговариваю с молодыми людьми. Они слушают и спрашивают. Значит, наша вина в том, что мы недостаточно занимаемся с молодежью. 9 мая – это святой день для всех нас, переживших Великую Отечественную войну. Это день памяти и скорби, прежде всего. Сколько миллионов солдат Победы погибло, чтобы действительно достичь этой Победы. Как должны мы все быть благодарны этим людям, которые именно не щадят своей жизни, именно грудью своей фактически защитили нашу страну от порабощения ужасными, дикими фашистами. После памятной церемонии всех пришедших пригласили посетить различные площадки мероприятия. В торговых точках можно было купить сувениры и угощения. Работали аттракционы, а наибольший интерес детей, как всегда, вызывала выставка вооружения, где были представлены настоящие образцы современной боевой техники. Здесь так классно, даже разрешали на эту машину даже с пушками, с ракетами залезть. Я успела рассмотреть все машины. Тут оказалось все классно. И я решила остаться погулять здесь. Военнослужащие 38-й бригады тем временем готовили для гостей наваристую солдатскую кашу на полевой кухне. А с эстрадной площадки звучали песни военных лет, каждую из которых зрители встречали аплодисментами. Праздник замечательный. Атмосфера отличная. Наше дело – передать этим поколениям умение встретить этот праздник, быть гордой своей страной, своей землей, победой, что наши предки не погибли зря. Все это было не зря. Безусловно, все было не напрасно. Главное, чтобы как можно дольше не прерывалась эта память и связь поколений. Ведь всех нас объединяет одно – желание жить под мирным небом. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. А сейчас о других событиях. 30 апреля в Москве от Музея Победы отправились в путь участники автопробега «Огонь памяти». Тысячи километров, десятки памятных мест России и Беларуси. И на этой неделе большой проект прибыл в наш город. В Брест его участники привезли частицу вечного огня с мемориала «Поклонная гора». А с собой забрали пламя огня из Брестской крепости. Напомним, как это было. Первый автопробег российского общества «Огонь памяти» состоялся 7 лет назад. Его маршрут пролегал из Москвы в Хатынь, а затем в Минск. С тех пор ежегодно десятки единомышленников разного возраста и профессий собираются вместе, чтобы посетить памятные места Великой Отечественной войны. Ранним утром колонна из 23 автомобилей прибыла в Брест. В городе над Бугом 61 участника проекта встретили тепло и радушно. Рады приветствовать вас в преддверии такого знаменательного дня, Дня Победы. По хорошей традиции мы вручаем вам этот каравай с хлебом и солью. Прошу принять его. За время автопробега его участники преодолеют более 2500 километров и посетят свыше 40 памятных мест союзного государства. Впереди один из самых важных пунктов маршрута – Брестская крепость-Герой. Именно туда после недолгой остановки и направилась автоколонна. В июне 1941 года Брестская крепость первой приняла удар врага на себя. О том, как героический ее гарнизон держал оборону, участникам проекта рассказали в ходе обзорной экскурсии. Давно мечтали побывать здесь, но все никак не получалось. В этом году все-таки решились, и вот именно Брест – это была наша цель. Главная задача – как бы собрать всех, сблизить людей и детей, потому что сейчас уже время такое сложное, дети больше интернет и так далее, сами понимаете. Ну и как бы у нас все это получается. Раньше было нас 20 человек, сейчас уже 61. Это очень важная поездка для нас, для всех, потому что, сами понимаете, что это знаковый памятник как для Беларуси, так и для всего бывшего Советского Союза, и страны, и людей, которые это помнят, это ценят и передают знания и воспоминания, не дают забыть никому о том, что случилось. Объединяет желание передать своим детям ту историю, которую они должны знать, которую, к сожалению, кто-то пытается переписать, но мы хотим им показать, как это было, и чтобы они потом своим детям передавали то же самое. Самому старшему участнику автопробега 70 лет, а младшему всего 11 месяцев. В семье Терентьевых шестеро детей. Сыновей Тихона и Игната родители взяли с собой, так как считают, что воспитывать любовь к родине важно с самого раннего возраста. Самое главное, чтобы это не переписывал никто никогда. И донести вот именно до младшего поколения, для всех, как это было на самом деле. Потому что мы это слышали, нам рассказывали наши... Мы это знаем из прямых источников. То, что у меня бабуля воевала, прошла всю войну, мой дедушка был снайпером тоже. И мы это знаем не понаслышке. А уже наши дети, получается, должны изучать историю уже из наших уст. А чтобы пополнить наши знания, мы изучаем историю уже сами. На площади церемониалов участники проекта возложили цветы и венки в память о погибших. С собой они привезли пламя с поклонной горы. А вернуться домой – с частицей вечного огня из цитадели. Совместная с белорусской стороной диалоговая площадка, которая затем состоялась в Музее обороны Брестской крепости, позволила поделиться впечатлениями, познакомиться с брестской молодёжью и обсудить планы на будущее. Наша молодёжь должна общаться. Они должны вырабатывать общую платформу, общее виденье и понимание, и роли героического прошлого в Великой Отечественной войне, которую обеспечили их деды, прадеды. Но они должны и понимать цену мира в сегодняшней международной обстановке. Следующими городами на пути автопробега станут Пружаны. Затем колонна направится в Свислочь и Гродно. Частицу вечного огня участники проекта планируют доставить в Москву 8 мая, накануне праздника Великой Победы. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Прошло 78 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Она принесла с собой смерть, боль, голод и разруху. Сегодня Беларусь – это мирная, чистая и красивая страна, где каждый может расти детей, получать образование и освоить любую профессию. Все это стало возможным благодаря подвигу, мужеству и силе духа народа-освободителя. В памяти об этом накануне 9 мая Брестский технический университет совместно с 38-й отдельной десантной штурмовой бригадой ежегодно проводят акцию «Время уходит, память остается». Подробности в сюжете программы. В этот день на площадке Брестского государственного технического университета не смолкали душевные песни о войне, мужестве и великой победе, а пары легко кружились в вальсе, совсем как в первые мирные дни 1945-го. Студенты и приглашенные артисты постарались, чтобы акция «Время уходит, память остается» коснулась каждого сердца, ведь и сегодня мы в неоплатном долгу перед теми, кто сумел остоять нашу Родину и подарить мирную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы, конечно же, ориентируем мероприятие на то, чтобы действительно, четко и осознанно осмысливать ту победу, которая досталась нам такой высокой ценой, чтобы помнить подвиг наших отцов и дедов, чтобы наша молодежь, которая, собственно говоря, уже где-то, может быть, имеет разрыв в той генетической памяти, которая есть у более старших поколений, она видела и осознавала и осмысливала ценность того, что происходило ранее. Ценность той победы, которая нам позволяет сегодня жить под мирным голубым небом, творить, созидать, развиваться, обучаться. Мы хотели передать всю эту атмосферу победы с помощью нашего танца. Как вы могли заметить, не все были с партнерами, многие уходили на войну, но, тем не менее, я думаю, у нас получилось передать эту всю атмосферу того времени. Мы постарались передать именно ощущения и чувства с эпохи того времени, вальс победы. Мы не должны забывать о тех событиях, мы должны помнить и гордиться. Есть чем гордиться и современной армии. Ее мощь, выносливость и силу продемонстрировали военнослужащие 38-й отдельной десантной штурмовой бригады в ходе показательных выступлений. 38-я бригада ежегодно выступает с организатором мероприятия, а ее представители свято чтут День Победы. Великий праздник Победы – это самый главный праздник в году, и военнослужащие, как никто, это понимают. Нынешнее поколение защитников Отечества достойными являются правоприемниками тех героических дедов и прадедов, которые отдали свои жизни ради того, чтобы нынешнее поколение, нынешние граждане Республики Беларусь жили под мирным небом. Помимо показательных выступлений, военнослужащие подготовили выставку, где можно было увидеть зенитную установку, БТРы, минометы и другие виды современной боевой техники и штатного стрелкового оружия. А после торжественной части мероприятия всех желающих пригласили отведать настоящие солдатской каши. С коль много связывает Беларусь и космос. Прежде всего, наш первый белорусский космонавт Петр Ильич Климук, юбилей которого мы отпраздновали в прошлом году. Олег Новицкий – второй космонавт, командир корабля, который и по сей день связан с космосом. Все перечисленное дало ход проекту славные страницы истории братских народов России и Беларуси. Масштабный конкурс детского рисунка объединил юных жителей Беларуси и России. Художники посвятили свои работы Дню Победы и, конечно же, памяти первого космонавта планеты Земля Юрию Гагарину. Его знаменитая фраза «Поехали» сегодня вполне применима и к масштабному проекту славные страницы истории братских народов России и Беларуси. Космос – чудесное пространство, в котором все возможно. Звезды, планеты, космические корабли и станции – все это воспринимается детьми как нечто великое и загадочное. И в рисунках детей все это отражено. Работы, отправленные в космос, необычны. Их объединяет главное – новые образы космоса. Здесь не увидишь вымышленных инопланетян. Юные художники Бреста представляют космос по-новому, как пространство красоты, знаний и истории. Науке еще только предстоит открыть этот прекрасный и удивительный мир космоса, который незримо присутствует вокруг нас. Но уже сейчас, ощущая и постигая его сердцем, дети в рамках масштабного проекта «Славные страницы истории братских народов России и Беларуси» рассказывают нам о космосе удивительные истории, отражая в рисунках свои чувства, мысли и образы. Почему конкурс? Называется «Славные страницы истории Российского Отечества». Ведь у нас наш союзный народ, наше общество российско-беларусское, считает военно-морской флот самым любимым детищем нашего народа. Но космический флот – это тоже наше любимое детище, это наши общие победы. В сложных условиях, там, 50-х, 60-х годов после Великой Отечественной войны, наш народ запустил Юрия Алексеевича Гагарина в космос. И мы первый, космос наш, как говорится. Поэтому свято чтим эти традиции и вот в таком формате, скажем так, и воспитываем нашу молодёжь. В проекте «Славные страницы истории братских народов России и Беларуси» каждый участник словно звезда, которая двигается по вселенной. Звезда творческая, креативная и настоящая. А их работы пронизаны любовью и гордостью за свою родину и людей, которые отстояли мир на земле. Сегодня 20 детских рисунков, которые были отправлены космонавтам в 2022-м, вернулись на землю после завершения космической экспедиции. А их художники по достоинству были награждены ценными подарками. В сцену. Красавица. Грамота, почётные подарки. В таком творческом проекте заинтересованы и те, кто находится там, ближе к Солнцу, на Международной космической станции. Для людей, которые живут своим делом, это интересно. Им важно поделиться с мальчишками и девчонками тем, как они работают, что они делают и чем живут. Российский летчик-космонавт Олег Артемьев приехал на встречу с ребятами из Бреста, чтобы не только дать старт новому отбору интересных работ, но и лично рассказать о том, как там наверху в космосе. Ведь с ребятами космонавт общался до этого лишь по видеосвязи. Эмоции только возникают, появляются только когда ты Землю со стороны видишь. Это, конечно же, необычайное зрелище. И ты понимаешь, что не зря ты эти годы готовился. И поэтому я всем, кто с кем встречаюсь, с детьми, со студентами, с персоналом предприятия, конечно, желаю, чтобы Землю со стороны бы увидели. Я только со стороны космонавта могу сказать это. Когда эти рисунки прилетают к нам в космос, они, конечно, разбавляют нашу такую жизнь, такую трудовую. И мы, конечно, с удовольствием занимаемся этими рисунками. И очень здорово, когда есть какая-то прямая связь с теми участниками этого проекта. С удовольствием там печати ставим, фотографируем. Выжидаем такие хорошие моменты, когда Солнце хорошо светленно попадает на рисунок. Поэтому отрабатываем это в космосе хорошо. А как дети заинтересованы в продолжении такого проекта, а как горят их глаза, когда они слышат о космосе. Это дорогого стоит. Ведь как важно, что работа ребенка, Кати, Влада, Ани и других оказалась в космосе. Как говорится, через тернии к звездам. Такой путь в рамках второго этапа конкурса только предстоит преодолеть рисунком мальчишек и девчонок, прежде чем их работы попадут на борт 67-й орбитальной экспедиции Международной космической станции. Для детей, помимо эмоций, я думаю, в первую очередь гордость за себя, что именно рисунок этого ребенка, то есть он был отобран, комиссия, и то, что он побывал в космосе, то есть самое главное, то, что ребенок будет понимать, что он уже, он, наверное, не такой, как все, именно его работа побывала в космосе. И вы знаете, надо будет делать так, чтобы данных рисунков, данных деток в городе Бресте было больше. То есть наша самая основная задача, чтобы мы будем конкурс продлевать, то есть он будет жить, то есть и будем взаимодействовать с Роскосмосом, с Общественным советом Министерства обороны Российской Федерации, то есть по дальнейшему этому проекту. Послушав Олега Артемьева, который уже трижды был в космосе, узнав о его впечатлениях и эмоциях, о рисунках, которые уже побывали с ним на борту Международной космической станции, мальчишки и девчонки из Бреста выбрали две из основных тем творческого конкурса «Великую победу. Космос» и решили черпать вдохновение в Брестской крепости. Ребята вышли на пленэ, чтобы воплотить творческие идеи и маленькую мечту. Меня заинтересовал этот конкурс, потому что я смогу выразить в своем рисунке тему космоса, потому что тема космоса для меня весьма и очень интересная. Этот интерес привил для меня мой папа, потому что он очень хорошо разбирается в физике, в астрономии. Он мне в детстве рассказывал много очень интересных фактов о космосе. Для меня космос — это что-то неизведанное. Я очень хотела бы там оказаться, может, если через несколько десятилетий можно будет просто летать, я обязательно слетаю, потому что это очень интересно для меня эта тема. Я решила выбрать тему космоса. В своем рисунке конкретно я изображаю, что подрастающее поколение также очень интересно космос, как и старшему поколению. В прошлом году я, к сожалению, не смогла поучаствовать, но я очень хотела в этом году принять участие. Я сейчас села и решила, мне очень близка медицинская тематика, и эта тема, наверное, посвящена моим прадедушкам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Я решила принять участие в этом конкурсе, чтобы моя работа побывала в космосе. Я хочу нарисовать Юрия Гагарина рядом с нашей планетой, на которой будет изображена Брестская крепость и Кремль, ну и разные достопримечательности военные, чтобы отразить то, что наша планета, она вроде бы такая маленькая, но в то же время на ней находятся очень важные достопримечательности, которые показывают нашу историю. Логическим завершением больших мероприятий в рамках огромного проекта, который соединил через космос два государства Беларуси и Россию, стала встреча председателя Брестского горосполкома с делегацией из России. То, что сегодня прошли конкурсы детских рисунков, они лучше побывали в космосе, это тоже, наверное, трепетно и радует. Что хотелось, наверное, сказать, чтобы эти традиции только крепчали, чтобы они находили отражение не только в культурной сфере, но и в других совместных проектах, которые будут технологично, наверное, от обычного производства до космических каких-то новаций находить свое место в существующем мире. Поэтому будем так, наверное, продолжать. Мэр Бреста Сергей Лобозинский также отметил, что, возможно, через десятилетия наши брестские ребята не просто отправят рисунки на Международную космическую станцию, но и сами отправятся в еще неизведанный мир под названием «Космос», чтобы покорить непокоренные планеты. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе, будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте – 54-63-67. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин